В этом году осень нас радует теплом, солнышком, весенним настроением и чистым воздухом. И в этой прекрасной атмосфере начинается тележурнал «Ландшафт Уз» на телеканале «Дуньё Гуэляп». С вами Сабина Асанова. Здравствуйте! Это дерево тутовника. Оно у нас упало в прошлом году на объекте. У вас может возникнуть вопрос, как это сделать в городских условиях, где мало места и кругом асфальт. Основные удобрения – азот, фосфор и калий. Очень часто мы приходим на объекты уже в конце строительства, когда заказчик уже истощен морально, физически и материально. Дорогие друзья, у нас сейчас еще три посадки, а вы продолжайте смотреть наши передачи. Если вы хотите оформить свой двор без ландшафтного дизайнера или архитектора и выполнить такие действия, как проводка электричества, проведение канализационных труб, поставка бака воды для полива, а также построение бассейна в саду, летней террасы и прочих фундаментов, имейте в виду, что вы можете столкнуться с некоторыми трудностями, такими как переплата, ну или просто незнание того, как это грамотно и профессионально сделать. В избежание трудностей переплаты лучше обратиться к специалисту и профессионалу своего дела. Например, ландшафтному дизайнеру, который выполнит все эти действия и работу с первого раза без переплаты и очень удачно для вас. Здравствуйте, дорогие друзья! Я Расанна Ставчанская, и сегодня мы вместе с вами в тележурнале ландшафт.уз обсудим очень важную проблему – как же подобрать специалиста, на какие вопросы нужно ему найти ответ, и какие вопросы вам нужно подготовить для того, чтобы получить полномасштабную качественную работу, чтобы ваш ландшафтный дизайн, который впоследствии мы осуществим, он соответствовал вашим требованиям, а также был жизнеспособен. Эти все моменты мы с вами сегодня в нашей программе проговорим. Иногда в своей практике я сталкиваюсь с тем, что нас приглашают на объекты, в которых уже давным-давно кто-то что-то производил. И ландшафт не соответствует требованиям заказчика, и он хочет что-то поменять, или он вообще недоволен качеством работы. С чем это связано? Дело в том, что ландшафтный дизайн – это искусство, и, к сожалению, это не просто производство, это постоянное изменение, это постоянное развитие, и для этого необходимо все эти нюансы учитывать. У нас еще пока бытует мнение о том, что если я посажу сам дерево, это будет все равно дешевле и проще, чем если мы обратимся к специалисту. Но что же делать, когда мы не знаем, что это за дерево, и чем может обернуться данная ситуация без знания о том, что это за дерево, и как с ним обходиться в дальнейшем? Своим друзьям я всегда на день рождения желаю очень важный тост. Дай Бог, чтобы вам в вашей жизни всегда встречались специалисты. В данной ситуации по ландшафтному дизайну, по озеленению, благоустройству дачных или частных особняков, производств или парков, конечно, я также вам всем рекомендую найти специалиста. Какие требования у вас должны быть к работе специалистов? Ну, конечно же, это знание материала. Очень важный аспект в ландшафтном дизайне – это знание природных материалов, это знание технических возможностей, понимание нормативов строительных и понимание перспективы роста растения. Очень часто мы с вами, когда уже заканчивается строительство объекта, задаемся вопросом, как же нам оформить зону нашего ландшафта, которая отведена на вашем участке. Это касается и промышленных объектов, это касается и частного жилья, и многоквартирных домов. Конечно же, вопросы благоустройства очень сейчас актуальны, и какие подходы к этому применению тех или иных инноваций, тех или иных приемов. Это, конечно же, вы обсуждаете вместе с прорабом, вместе с техническим надзором и, конечно же, с заказчиком в каком аспекте. В аспекте того, что он хочет видеть и финансовые возможности. Очень часто мы приходим на объекты уже в конце строительства, когда заказчик уже истощен морально, физически и материально, и он уже хочет гораздо быстрее все закончить, без продумывания нюансов и каких-то технологических процессов. Ландшафтный дизайн – это симбиоз всех наук и всех отраслей строительства. Сюда входит и биология, и агрономия, и сюда входит материаловедение, как строительное, так и биологическое разнообразие необходимо знать. Нужно знать технологию производства. Необходимо понимание того, что происходит на вашем участке, как себя поведут те же самые растения на этом участке, который, допустим, у вас уже в другом проекте, себя повели отлично, не показали никаких негативных возможностей, но при этом на следующем участке эти растения не могут проявить себя. Мы очень много внимания уделяем проектированию домов, очень много уделяем внимания для того, чтобы обеспечить комфортные условия внутри помещения, но мы при проектировании забываем заложить те нюансы, которые понадобятся вам для того, чтобы легко и непринужденно ухаживать за вашим садом, обеспечить его жизнедеятельность. Для этого очень важно, уже на стадии проектирования дома или какого-то промышленного технического сооружения, вам необходимо уже сразу продумывать те нюансы, которые обеспечат комфортную ландшафтную среду, и при этом у вас не будет тех затрат, которые могут возникнуть в конце строительства, когда выяснится, что какие-то моменты не учтены. Это подводка, допустим, воды, это, допустим, подводка электричества, это может привести все к тому, что придется какие-то делать технические мероприятия, которые будут дорогостоящие, и в результате приведут к тому, что вы откажетесь от тех или иных своих желаний в угоду тому, чтобы не переделывать те нюансы, которые вы уже сделали. Какие вопросы вам нужно задать ландшафтному дизайнеру? Ну, конечно же, вам нужно узнать, какие растения подходят к вашему архитектурному плану, какие растения подчеркнут архитектуру вашего дома и сделают это красивым ансамблем, начиная от входа дверей и заканчивая уже крышей вашего дома. Вы, конечно, можете и сами спроектировать и создать свой ландшафт. Сейчас достаточно ресурсов и в интернете, и литературы, но все-таки дорогие растения я вам рекомендую приобретать со специалистом. Даже транспортировка – очень важный фактор, который может привести к гибели целого растения. Поэтому мой вам совет – найдите специалиста, постарайтесь с ним найти общий язык. Все мы немножко с головой волшебны, поэтому я вам желаю успехов в ваших начинаниях. С вами была Росанна Ставчанская. До новых встреч в проекте Landschaft.us Хотите максимально использовать свой участок, но у вас не хватает места, и вы не знаете, где и шторт положить – не беда. В этом вам помогут кочующие по участку контейнеры, в которых можно будет расположить зелень, небольшие объемы овощей, а также прекрасные цветы. Самое главное – не помещать в контейнеры много грунта, чтобы они могли свободно передвигаться по территории. Вертикальное земледелие Есть такой термин – вертикальное земледелие. О нем мало кто знает, а вот о вертикальном озеленении, то есть вертикальном цветоводстве, слышали все? Итак, сегодняшняя тема – вертикальное земледелие. И сейчас я постараюсь вам дать подробную информацию о нем. Если хорошо подумать, то горожане ведь тоже могут обеспечить себя экологически чистыми продуктами. Многие считают, что для этого необходимо создавать многочисленные сады и получать высокие урожаи на больших площадях. Конечно, и это тоже верно. В сельской местности разбивают такие большие сады. Но ведь и они выращиваются руками человека. И если кто-то в городе захочет принести пользу своему хозяйству, кормить детей и внуков экологически чистыми, сладкими фруктами, то он найдет способ это сделать. У вас может возникнуть вопрос, как это сделать в городских условиях, где мало места и кругом асфальт. Как-то я смотрел китайский видеоролик. Там рассказывали, что между каждым лежащим на земле камнем растет капуста. Потом я почитал, что если каждый вилок весит приблизительно по 2 килограмма, то будет столько чинов, значит сотня – это 200 килограммов капусты. Видите ли, с камня снимается 200 килограммов капусты. Другой подобный пример. В Америке есть выражение – городское фермерство. Конечно, это большая страна, где 2 миллиона городских фермеров. Там бесплатно отдают землю для постоянного пользования. Конечно, на основе конкуренции. То есть, кто получит хороший вырожай, тому эта земля будет отдана бесплатно. И если те 2 миллиона фермеров соберут по 1 килограмму урожая, то будет 2 миллиона килограмма продукции. Почему-то у нас подобная практика всерьез не воспринимается. Но вернемся к вопросу, как обеспечить детей экологически чистыми продуктами в городских условиях. Например, малиной. Люди, живущие в многоквартирном доме, могут посадить ее у себя во дворе на расстоянии одного метра от дома. Некоторые сорта малины вырастают до 5 метров. А теперь представьте себе, если потянуть ее до 5 метров с помощью проволоки или других приспособлений, а ежевика вырастает до 7-8 метров. Если на площади 2 квадратных метра посадить один куст ежевики, то с него можно получить и 20-30 килограммов урожая. Это очень много. Сегодня, видя ситуацию на придомовых территориях многих многоквартирных домов, просто расстраиваешься. Сейчас многие хотят посадить газон. В нашей ситуации это газон из травы, пальчатки. Другая нам не подходит. Если посчитать объем воды для его увлажнения, то получается очень большой расход. Вода сама по себе дорогая, во всем мире ее становится все меньше. Итак, из чего мы должны исходить? Приходится действовать по обстоятельствам. Говорят, что надо мульчировать. За счет мульчирования можно сохранить влагу. Так что, господа, работающие в системе благоустройства города, примите во внимание эти вещи и постарайтесь вести бухгалтерию. Любое растение способно приспособиться к окружающей среде, как ребенок. Итак, можно ли заниматься земледелием в помещении? Например, в многоэтажных домах, конечно, можно. Это очень просто. При этом, для получения хороших результатов, необходимо правильно выбрать почву, с ученым ее состояние, состава и подходящую для растения. В связи с тем, что в комнатных условиях мало растений, то число болезней и прирост насекомых также будет невысоким. Поэтому вполне возможно получать экологически чистые продукты также и дома. Многие задают мне вопрос, часто в горшке, в который посажены растения, часто заводятся мелкие, похожие на комаров насекомые. Как от них избавиться? Теперь вернемся к вопросу грунта. Основная причина этого в том, что внесенные в горшок удобрений, а органика, плохо разлагаются. Хорошо перегнивший навоз естественным образом привлекает всевозможных насекомых. Чтобы этого избежать, лучше использовать перлит, пермикулит, биогумус. Особенно биогумус содержит все необходимые для растений вещества. Если вы учтете эти моменты, то получите хороший урожай. Конечно, я не имею в виду тонны урожая. По крайней мере, интересно выращивать в комнатных условиях, например, перец, зелень и различные мелкие ягоды. Во всех домах имеются подвалы. Сейчас во многих странах они эффективно используются. Что они там сажают? Ведь там темно, не так ли? В темных условиях без лишних хлопот можно выращивать грибы, шампиньоны и другие виды. Это тоже продукты, их тоже можно продавать, получать прибыль. Если мы сможем заинтересовать людей этим делом, то недостатков продовольствия и наблюдаемого сегодня в мире не будет. Мы живем в солнечной стране, с землей и водой у нас все в порядке. Вот почему у нас пока нет дефицита продовольствия, потому что у нас есть возможность снимать урожаи три раза в год. Но этому есть предел, есть статистика. По мере увеличения населения все же наблюдается дефицит. Не нужно ждать этой ситуации, а нужно учиться правильно пользоваться землей, изучать науку о земледелии, приспосабливаться к разным условиям. Мы не должны довольствоваться тем, что имеем сейчас, а должны стараться это приумножить. Иначе однажды ресурсы и сякнут, тогда будет очень сложно. Спасибо за внимание. Надеюсь, вам было не скучно. Если вы хотите сделать что-то полезное и нужное своими руками, совсем не обязательно тратить на это много времени. Самое главное – это желание. Здравствуйте! Сегодня мы с вами находимся в квартире, где мы должны сделать эко-декор. Люди, как всегда, переезжают и хотят увидеть что-то красивое. Для этого потребуется вот такой спил дерева, вот со всех сторон. Диаметр он у нас 35 см, ширина 7 см. Это дерево тутовника. Оно у нас упало в прошлом году на объекте, при большом урагане зимой, прямо упало вместе с корнем. Год оно у нас простояло в высушенном виде. И вот видите, оно такое легкое, я его даже могу крутить одной рукой. Дальше. То же самое. Спил легкий, высушенный. Заранее я здесь произвела небольшое отверстие, куда мы можем вставлять нашу композиционный… Вот такие вот палочки, они продаются во всех магазинах. Бамбук искусственный. Начнем. Значит, будем собирать. Вот эти ветки я заранее тоже нашла и высушила. Покрасила их. Теперь мы их вот сюда вот устанавливаем. Ненужное убираем. Крутим, смотрим, как нам понравится. Как мы хотим это видеть. Значит, что хочу сказать по этой композиции. Эта композиция у нас здесь, значит, идет бамбук. Сухая ветка того же тутовника. Вот, я ее покрасила золотой краской, так как она будет сочетаться у нас с нашим столиком. Приступаем к нашему столику. Берем его, распиливаем бензопилой. Обязательно вот. Смотрим, чтобы все стороны были у нас ровные. С этой стороны, с этой стороны. Все вот это все было везде по 7 сантиметров. Дальше. Если кто-то хочет шкурить, начинаем шкурить. Сороковка берем и шкурим от аппарата, от дрели. Вот, вручную. Но это будет очень тяжело, поэтому я заготовила заранее, чтобы не тратить с вами время. Вот, смотрите, вот в исходном варианте на аппарате, как его почистили. И с этой, и с этой стороны. Теперь, для этого. Здесь мы сделали заранее отверстие с дрелью. Вот такие ножки. Приступаем к крепежу. Для крепежа нам понадобятся вот такие вот шурупы и отвертка. Закрутили. Теперь переворачиваем. Смотрите, что мы с вами сделали. Отшкурили с этой стороны, прикрепили ножки, дали их именно теплой золотой краской, так как дерево сочетается только с золотом. И вот эта композиция у нас дополняет ее. Ее мы можем установить отдельно на пол, в другую комнату, где еще нет интерьера, где нет обоев. Чисто сделать такой декор, как в фотостудии. И будет очень красиво и тепло. Также можно его использовать при кроватной зоне, как для кофе, для чашечки кофе утром. Можно поставить как журнальный столик. Ну, он везде может вписываться и вчитаться в интерьер, так как он сделан своими руками, от него исходит тепло. Это эко-декор. Он очень приятный. Потом я его обдам лаком, так как здесь сейчас помещение будет, это все пахнуть. Дам 2-3 слоя лака, но с перерывами. Первый лак высохнет, второй слой и третий. Перерывы полчаса, час, смотря какой лак вы возьмете. Вот. И все, смотрите. Также мы можем его декорировать нашими тыквами и весенними желудями. Смотрите. Друзья, у меня на этом с вами все. Передача наша продолжается. Надеюсь, с вами еще раз увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Тележурнал «Ландшафт Уз» активен во всех социальных сетях. В Инстаграме, в Фейсбуке, в Ютубе и Телеграм-канале. Если вдруг у вас возникают какие-либо вопросы или предложения, то наши специалисты всегда готовы ответить на них. Следите за нашими социальными сетями. Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада встрече с вами еще раз в моем саду. Сегодня у нас Абдуляке. Приехал он из Сверганы. Он очень опытный садовод. У него и кустарники, и розы, и пионы. Вот сегодня он приехал вниз с пустыми руками. Привез он мне коллекционные пионы. И у него, оказывается, очень интересный свой способ посадки пионов. Видите, сколько пионов получается, столько и способов посадки. Саламу алейкум, уважаемые любители световодства. Мы сегодня вам покажем посадки пионов по моему методу, которые я удобряю. Они хватают десятилетиями. Пионы травянистые. Такой кустарник не требует много труда, неприхотливый. Если перекантовать, пересадкой заниматься с пионами, они делают перерыв в течение двух-трех лет. Для этой цели на одном посаженном месте пионы растут 10, 20, 30, 40 лет. То есть вы хотите сказать, что после пересадки пиона они могут 2-3 года не цвести? Да. Почему? Потому что я их уже более 40 лет ими занимаюсь, именно пионами. Поэтому я сажаю. Для тех, кто хочет разомножать, минимальный срок 5 лет требуется, чтобы делить деленки от маточника, чтобы размножать. Для этой цели. Поэтому минимум 5-7 лет, пусть лучше будет 10 лет, после этого времени можно размножать свободно. Больше 20 лет, 30 лет у них идет деградация. То есть они могут жить, но они деградируются. Для этой цели мы их омолаживаем. Теперь посаженные пионы, глубоко посаженные от нулевой отметки, они могут не свистеть десятилетиями. То есть вы хотите сказать, что если, например, при посадке вот эти вот глазки чуть-чуть будут видны над землей, то ничего с ними не случится. Они морозов не боятся. Не боятся. У меня тоже был случай, что вот эти глазки у меня получились над землей. Я переживала, что они пропадут. Нет, они у меня не пропали и прекрасно мне следующий год цвели. Этот сорт называется Cherry Hill. Он очень темно-красного цвета с этими желтыми теченками. Да, очень красивые. Очень красивые. Цветы огромные. Если вы хотите, чтобы иметь наследующие через 2-3 года, чтобы сразу были обильные цветения, то вам рекомендую не разделить маточник. Прежде всего мы готовим, значит, приемку. Сантиметров 50-60, можно и 70. Чем шире, тем лучше. И я, например, кладу туда пинки для удобрения, для пена. Это пинки виноградника, да? Винограда. Виноградник. Это орешина. Это орешина. Тоже виноград. Потом мы добавляем сюда навоз. Любую органику. Желательно, если овечье будет лучше, потому что овечье, там семена сорняков, они переваривают овечье. А мы сегодня приготовили конский навоз специальный. Хороший, перепревший. Да, перепревший. Вот так мы сыпем. Мы сюда поливаем водой. Я вообще-то работал в энергиосистеме на протяжении более 40 лет. Работал. А вообще-то я начал с пеном заниматься с 1970 года. На пенсии, чтобы мне было интересно, общение, конечно. Для тех, кто интересуется, могут они подписаться на мой телеграм-канал. Там есть более 100 разновидностей морозоустойчивые многолетние кустарники. Пионы очень любят органику. Я не пользую минералами. Поэтому для этой цели беру скорлупу яичную. Пионы любят суглинистое место. Они очень любят калий, кальций. Это просто зола. Для того, чтобы они не касались корни этим. Давайте вот эту тоже положим. У меня есть хорошая. Это у вас готовая, да? Да, готовая. Почва смесь. Почва смесь. Очень хорошая. Я всегда пользуюсь. Ну, я надеюсь, это не повредит. Я вообще-то пользуюсь просто землей. Можно добавлять мука, да? Рыбная мука. И еще у нас есть чуть-чуть костную муку. Костную муку добавляем. Этого и достаточно. Раньше у нас эти удобрения в торговых сетях очень сложно было найти. И мы продолжаем опять свое действие. Такой интересный момент. если я вам говорил, что глубоко посажены пионы, они могут не свести десятилетиями. От нулевой отметки 2-3 сантиметра глубже. Со временем она все сядет, она уйдет. от пионы оказывается еще вот эту ботву тоже прикапывает. Да, я прикапываю и прикапываю, да. Потому что здесь все минералы, которые им нужны, это для пиона, потому они уже готовы. уже. Музыка У меня, конечно, все не на научном основе, но я показываю свой метод. То, что у них почки остаются, видно, чуть-чуть, это ничего страшного. Мороза они не боятся, даже порой они любят мороза. Вот то, что мы посадили, они могут первый год даже цветки дать. Есть такие любители, у них пиономания. Поэтому то, что я вам показал, посадил этот маточник на одном месте на протяжении десяти лет пусть остается. Его не надо контовать, его не пересаживать, так как я вам говорил. Делить, выкапывать, я не буду, я это не трогаю. Делить, десять лет, дай бог, если мы будем живы, ну дай бог, конечно. Если у нас не получится, то бунки будут пилить. мы же с надеждой конечно живем. То, что я вам бату сверху положил, это как страховка, ну чтобы там кошки или собачки, чтобы они не дергали, и чтобы да, или куры, куры любят очень, у них эти глазки, поэтому я укрыл. Пройдет дождь, снег, они сами со временем разложатся. Дорогие друзья, у нас сейчас еще три посадки, вот мы сейчас с Абдулякия будем сажать остальные все три сорта, а вы продолжайте смотреть наши предатели. Скажу вам, что бонса это не просто дерево, а искусство его выращивания. Деревья передаются из поколения в поколение. Искусство бонсая включает в себя умение художника, садовода, а также философское мышление. добрый день, дорогие друзья, продолжаем серию передач нашей рубрики про бонсай. Сегодня мы хотим затронуть несколько тем интересных, они не только про бонсай, но и вообще про растения и про сад. Ну, во-первых, поговорим немного про удобрения. Не секрет, что бонсай, так как они растут в небольших горшках, ни в природе, ни в натуральном грунте, в естественном, то им, да и как любым другим комнатным растениям, требуется искусственная подкормка. Основные удобрения азот, фосфор и калий. И на любом удобрении написана их формула. То есть это 12-12-36, это значит, что в этом удобрении 12 частей азота, 12 фосфора и 36 частей калия. Это удобрение при почти таком же составе азота, 13 частей, здесь уже больше фосфора, 40, и чуть меньше калия, 13. Следующее удобрение, то, что называют монофосфат калия, здесь вообще отсутствует азот. То есть 52 части фосфора и 34 калия. Когда мы говорим об осенних работах и удобрениях в саду или то, что относится к вашим деревьям бонсай, общая рекомендация, начиная в Узбекистане с сентября месяца, прекращать удобрять растения удобрениями с содержанием азота. Почему? В данном случае мы продолжаем удобрять, возможно, чуть реже, удобрением, где нет азота. Или, если он есть, то не более 5-6%. Азот служит для развития зеленой массы на наших растениях. Так как наступает осень и перед зимой, растениям нужно отдыхать. Если мы будем продолжать азотными удобрениями, они будут давать молодой рост, который не успеет созреть, одревесенеть, и просто-напросто зимой он замерзнет, и мы впустую потратим время. Поэтому неоднократно повторяется во всех учебниках осенью прекращаем азотные удобрения. Даже обсыпка осенью навозом коровьим или конским или каким-то другим тоже нежелательно обсыпка деревьев, потому что в навозе тоже очень много азота. Азот можно насыпать в огород там, где нету растений, так, чтобы он до весны перегнил, перепрел и так далее. Теперь, почему здесь стоят вот эти два лимона? Очень много вопросов, а можно ли из этого дерева сделать бонсай, можно ли из этого сделать дерево бонсай. По сути, как мы уже говорили, бонсай переводится с японского языка, как дерево в горшке. То есть, по сути, любое дерево в горшке теоретически мы можем назвать бонсай. На примере вот этих двух лимонов, да, конечно, они не выглядят как на картинках в интернете бонсай, но я немножко хотел рассказать вам технику выращивания. Эти лимоны с одного маточного куста и примерно одного возраста, им где-то по 5-6 лет. Но смотрите, на этом дереве раз, два, три лимона созревает, и здесь еще есть ветка вот с тремя маленькими лимончиками. На этом дереве нет ни одного. Они росли в совершенно одинаковых условиях, с совершенно одинаковым поливом. Здесь единственная разница в грунте. Вот здесь более органический грунт. Здесь сохранена старая глина, которая была в саженце, а здесь грунт был в большей степени сменен на торфяную такую почву, которую продают в магазинах. Торфяно-кокосовая. И из чего мы делаем вывод, что лимонам очень важна органика. И даже если это будет обычная глина, которая у нас вот на улице, смотрите, больше лимону нравится, чем супер-пупер грунт из магазина, такой торфяной, рыхлый даже, видите? Поэтому грунт решает многое, но не все. Теперь я еще хотел вам показать на примере вот этого лимона. У него видит какой длинный стебель, который специально я не обрезаю, даю возможность расти ему и скорее всего год-два не будет обрезаться. Для чего? Макушечные сильные побеги, и если они еще обросли листьями, они как бы так сказать дают силу дереву. Иногда деревьям нужно дать порасти, год-два не трогать их, чтобы оно окрепило, потому что каждый лист питает дерево. Эта ветка дает возможность утолщиться стволу, окрепнуть дерево и войти в зимнюю фазу более сильным. Здесь сильного верхушечного побега нет, но скорее всего это будет. Но так как это дерево плодоносит, оно тратит все свои питательные вещества на созревание и дозревание лимонов, от такого активного роста на нем не наблюдаете. Теперь, что бы еще хотел сказать о лимонах? Почему лимонное дерево, если цветет, грубо говоря, там если 50 цветков, то остается всего лишь 2-3-4-5 лимонов, а остальные опадают. на созревание одного лимона примерно нужно 10-15 листьев, чтобы было на дереве. Поэтому уже дерево само контролирует, сколько питательных веществ ему нужно на созревание одного лимона и ненужные цветочки просто сбрасываются и все. Значит, все время борешься между тем, чтобы его формировать, делать красивую крону для того, чтобы там возможно сделать какой-то бонсай, и между тем, что маленькое количество листьев не позволит вам держать большое количество лимонов. Поэтому это уже выбор каждого. Но это дерево мы трогать не будем, мы дадим этим лимонам созреть, и это дерево мы не трогаем, мы даем возможность этой макушке вырасти, чтобы дерево окрепло. А уже весной мы перейдем к следующей стадии формирования этих деревьев. Спасибо за внимание. На этом сегодня все. Всех удачных садовых и бонсайных работ. Вести законы и положения в сфере экологии несложно, гораздо сложнее их соблюдать. Прививать экологическое воспитание нужно с раннего детства. Важно понимать, что потребительское отношение к экологии рано или поздно приведет к экологической катастрофе. И если человек хочет продолжать и дальше жить на планете Земля, то ему важно заботиться о своем доме. в сфере экологическое Сегодня провели очередную посадку деревьев на аллее Сагбан напротив парка Победы. Я, Маркова Ольга Александровна, пришла сюда в очередной раз вместе с волонтерами, вместе с множественными жителями, которые мне равнодушны к нашему озеленению города. Эта посадка была посвящена врачам. Нами было посажено катальпы, сафоры, чинары, каштаны. Все агротехнические нормы были соблюдены. Как правило, все гумус, щепа, все как надо. Все деревья приживутся, дай бог. Те волонтеры, которые новенькие пришли, мы их научили, как сажать, что, какого диаметра ямки выкопать. Они все молодцы, детки даже пришли со школы дипломатии. Они такие умницы. Все быстро посадили, поняли, как, что благоустройство этого района будет следить за поливом, за обрезкой, что все деревья прижились, не болели. Вся обработка, как надо, будет проводиться. Я представитель компании Асклепи Групп. И совсем недавно к нам обратились организаторы, что у нас есть такая возможность поучаствовать в благотворительной акции. Акция называется «Аллея памяти», посвященная врачам, погибшим во время COVID-19. Мы, как афроцессическая группа компаний, конечно же, поддержали эту идею и приехали с нашими сотрудниками, с коллегами поучаствовать. Сейчас мы посадили еще пока четыре дерева, но мы еще ждем, и нам должны привезти еще шесть, и мы будем продолжать сажать деревья. Изначально нам рассказали, как сажать деревья, потому что для нас это первый опыт. Нас обучили, и вот сейчас мы можем себя называть практически садоводами. Когда мы пришли, нам объяснили, как сажать деревья. Мы, в сущности, и раньше сажали, но узнали очень многого. Во-первых, нужно вырыть лунку достаточно большую, обогатить почву гумусом, потом посадить деревья, хорошенько его утрамбовать, чтобы во время ветра его не сдуло. Потом мы делаем вокруг лунку, для того, чтобы при поливе и при дожде дерево хорошенько увлажнялось. Потом мы присыпали присыпку из меленьких палочек, для того, чтобы оно удерживало влагу. И очень надеемся, что это дерево будет расти, зеленеть, и эта аллея скоро станет зеленой, прохладной, где могут будут гулять наши жители города. Я сама работаю в компании «Асклепи Групп». Одна из наших компаний является спонсором сегодняшнего мероприятия. Так как мы очень близкие по профессии фармацевты и врачи, мы все вместе работаем во благо здоровья нашего населения. Поэтому наш большой долг все-таки воздать честь нашим врачам. И благодарим, конечно, Хакимеат Алмазарского района, который сделал такую инициативу и сделал такую акцию. Поэтому благодарю всех тех, кто участвовал сегодня. И думаю, что эта традиция продолжится. Планируется, что на этой аллее до конца года будет посажено 600 деревьев. Поэтому присоединяйтесь в эту компанию. Мы будем рады, если нас станет больше. Мы сделали новые таблички. Вот посмотрите, сейчас я вам покажу, как это работает. Вот здесь у нас QR-код и фамилия врача. И более подробно мы можем посмотреть, если мы вот так вот наведем QR-код. И вот здесь нужно посмотреть, открыть сайт. И вот информация о враче, кому посвящено это дерево. Академику Байдулаева Рано Ахатовна. Вот здесь посажен карагач. Я очень благодарна, что в такую погоду, ненастную, выходной, пришли очень много волонтеров. Полностью на себя организацию вот этого мероприятия, на себя взял Алмазарский Хакимияд. Огромную нам помощь оказала мили-гвардия этого района. Хашар – это как повод собраться хорошим людям и сделать хорошее дело, посадить деревья врачам. Вы знаете, мы о врачах вспоминаем, когда кому-то из близких или нам становится очень плохо. Когда мы сами не можем справиться с какой-то болезнью. И, конечно, не дай бог, чтобы оно было, чтобы такая ситуация с нами случилась. Мы хотим, чтобы врачи жили. Будьте здоровы, мы вас любим, не болейте. И эта аллея, она, это аллея медиков в Алмазарском районе. Обращаюсь к жителям, чтобы они больше участвовали в этих благотворительных посадках. Приходили на Хашары, ведь зеленый город – это легкие наши. Только так вместе, сообща, мы можем озеленить город, чтобы он жил, рос, здравствовал, был зеленым, добродушным. Доброта спасет мир. Октябрь, который выдался довольно-таки солнечным, подходит к концу. И впереди, как мы предполагаем, нас ожидает самый настоящий осенний дождливый ноябрь. Все в этой жизни заканчивается, и наша телепередача «Ландшафт УЗ» тоже подходит к своему завершению. И мы надеемся, что мы обязательно встретимся вновь. Всего вам доброго и хорошего. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»